Ученые лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Химического института имени Бутлерово Казанского университета разработали экономичный и высокопродуктивный метод разделения одностенных углеродных нанотрубок. О том, как можно решить важную проблему человечества с помощью ваты, в нашем следующем сюжете. Начнем с того, что же такое углеродные нанотрубки. Это макромолекулы, которые можно сравнить с ниточками или проволоками. Их длина значительно превышает их диаметр. Нанотрубки, можно сказать, растут, как, например, растут волосы. Из маленькой частички катализатора вырастает длинная нанотрубка. Так вот, когда углеродные нанотрубки растут, то они получаются всевозможных структур, которые мы называем словом хиральности, хотя это не совсем правильное слово здесь. И вот нанотрубки разной структуры, то есть разного порядка, как атомы углерода друг с другом соединены, они обладают разными свойствами. И в частности, разной электропроводностью. Поэтому свойства углерода нанотрубки делятся на два типа. Первый – металлический тип проводимости, второй – полупроводниковый. Каждый из этих видов уникален по своим свойствам. Например, в теории металлический тип можно было бы использовать в проводниках, то есть заменить ими металлы, а полупроводниковые можно использовать при изготовлении транзисторов, либо благодаря их оптическим свойствам, например, терраностики. Но из-за различий нанотрубок они взаимно портят друг друга, как, например, добавить дёготь в мёд, и мёд уже не будет сладким. Поэтому со дня открытия нанотрубок научное общество серьёзно занимается предметом разделения нанотрубок, то есть собрать в одну сторону трубки с металлической проводимостью и отдельно собрать трубки с полупроводниковой проводимостью. Вся прелесть нашего изобретения заключается в том, что мы придумали метод разделения углеродных нанотрубок, который одновременно и эффективен в стоимостном выражении, и масштабируем, ну, будем говорить, до бесконечности. Здесь пределом масштабируемости является только диаметр колонки, на которой мы её делим, и её длина. То есть не ограничено практически ничем. В качестве наполнителя для колонечной хроматографии учёные Казанского университета стали использовать обычную хлопковую вату, которая продаётся в любой аптеке. Гель, проникающий хроматографией, который используется в существующем методе разделения нанотрубок, представляет собой структурированный гель на основе агорозы, то есть полисахарида. Но какие есть полисахариды, более доступные. Над этим вопросом задумались учёные КФУ. Одним из наиболее известных полисахаридов является ничто иное, как целлюлоза. Вот древесина – это на 70-80% целлюлоза. А природная целлюлоза в её наиболее чистом виде – это ничто иное, как просто хлопок. Вот хлопок, если с его волокна смыть небольшое количество восков, которое составляет, может быть, 1-2, максимум 3% по весу от всего хлопка, это ничто иное, как природная целлюлоза, природный полисахарид. Необходимо было изменить структуру волокна хлопка таким образом, чтобы молекулы поверхностно-активного вещества по-другому выстраивались на его поверхности. Обработав вату смесью азотный и серный кислот, на поверхность волокна стали садиться нитрогруппы. Этот процесс называется нитрованием. Результат превзошёл все ожидания. Эффективность деления нанотрубок была заметно улучшена. По словам Айрата Демиева, разработанный метод позволит создать технологию разделения углеродных нанотрубок для использования на производстве. Тогда уже можно будет говорить о создании новых функциональных материалов для электроники, фотоники и других сфер деятельности.